И мы вновь с вами листаем страницы французского журнала 1937 года. Вот, посмотрите, что тут у нас интересного есть. Ну опять вот двуслойность. Смотрите, одна юбочка выглядывает из-под второй юбочки. Дополнена вот эта нижняя часть каким-то шарфом, каким-то воротничком вот таким вот типа хомутика, что очень грамотно и интересно сделано. Нам просто не надо делать сюда вот такой поясочек на полненькую фигурку. Вот эта идея хороша. Кармашек с одной стороны, кармашек с другой стороны. То есть создается вот такая косая в косом направлении диагоналевая линия, она сужает. Чуть-чуть силуэт рыбка. Нам всегда идет силуэт рыбка подхватывается силуэтом вот такого немножко расклешенного рукавчика. Тоже всегда красиво и всегда хорошо. Ну вот эта идея мне, конечно, очень нравится, да. То есть не обязательно делать такой пояс, хотя кому идет, почему нет. Но можно сделать и не вот такую вот зубчиками кокетку, да. А можно просто прямую линию вот так вот прошить и уже будет интересно, да. То есть вот это будет одного цвета ткани компаньоны, внутри будет другой цвет, вертикальная линия, все создается и все выглядит безупречно. Обратите внимание вот на это. Тоже простое платье, рукавчик реглан, расширенный рукав книзу. Вот смотрите, не зря делают рукава очень широкими вот здесь. Потому что когда вы делаете регланы, реглан-кокетки, погон регланы, да, полурегланы, вы стараетесь рукава вот эти расширять, то есть дополнять их лучевой раздвижкой для того, чтобы у вас было движение, четкий красивый плечевой пояс, широкий рукав вот в этом месте и у вас появляется долгожданный комфорт. Потому что если нет комфорта, ничего нам не радует, ничто нас не радует. Посмотрите, качели, качели, да, в сочетании с кружевным каким-то полотном. Тоже почему не сделать вот такой вот элемент. Опять силуэт рыбка. Тоже качели, но уже немножко посложнее. Тоже сегодня это все используем мы в жизни, да. Посмотрите, просто полюбуйтесь. Вот такой вот подрез интересный. Посмотрите, какой интересный подрез на юбочке. Его поддерживает вот такой же интересный подрез на лифе, на полочке у нас вот здесь вот наверху. Да, и тоже будет очень красивая конструкция. Не обязательно делать нам вот такой огромный бант. Смотрите, воротник, переходящий в кокелье. Очень легко делается вот такой воротник на базе цельно выкроенных воротничков. Просто полюбуйтесь. Просто полюбуйтесь. Смотрите, какие интересные детальки. Вот такие вставочки интересные, кармашки в сочетании с клеточкой. Вот, пальто, рукав опять реглан. Очень много реглана, как вы заметили, да. Так, ну вот это уже какая-то... Видите, какие брючки галифе. Нарядная одежда. Посмотрите, на булавочке как бы приколот вот этот вот шарфик впереди, который спускается сзади и уходит вот такие длинные. Великолепная идея. Подойдет хоть кому. Кто не стесняется, конечно, своих рук. Вот эта вот идея. Смотрите, какая кокеточка. Из-под нее идут складки. И где-то внизу, я думаю, вот здесь вот они уже распускаются. Тоже очень хорошо. Вытянутый силуэт формируется. Вот такие вот кокеточки. Давайте я уже пролистаю. Много видео мы с вами посмотрели на эту тему. Кому интересно, кто захочет, тот остановит вот это все. Это для подростков. Блузки. Юбочки. Посмотрите, какая юбочка интересная, да. Кто может себе талию показать, почему бы вот этот элемент у юбочки не сделать на платье, например. Вверху пуговочки, и потом дальше идет клиниевое раскрешение такое. Домашняя одежда. Халатики какие-то пошли. Тоже домашняя одежда. Пижамка. Или все-таки, наверное, юбка эта. Посмотрите, так и нет у нас брюк практически нигде. Детки. Детки, узнаете время? Еще сюда картиночка попалась, не по адресу. Опять детки. Детки и подростки. Ну и, наверное, все. Вот такой вот у меня был журнал. Видите, какие склеивали склеенные полоски, поврежденные от времени. Вот идея кейпа, так называемого, да, видите? Все уже когда-то было. Домашняя одежда. Ну вот и все. Мои дорогие, я закончила показ вот этого журнала. Я, может быть, еще по этому журналу постараюсь вам записывать какие-то видео, как можно трансформировать нашу, как можно трансформировать сегодняшнюю нашу моду, используя вот эти вот элементы. Используя вот эти элементы. Всем всего доброго. Желаю вам творческого настроения. Здоровья, конечно. Ну и до новых встреч. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Всегда Ваша Галина Коломейко.